Я помню, кто-то сказал, что это как бомба замедленного действия. Его ломает, у него руки-ноги выворачивает, он не может сидеть, не может спать, в этом состоянии не могут совершить всё, что угодно. Как употребление наркотиков приводит человека в психиатрическую больницу? Что чаще всего употребляют жители Бурятии и может ли зависимость передаваться по наследству? Ответы на эти и другие вопросы далее. Здравствуйте! Сегодня в выпуске нашей программы мы ответим на самые задаваемые вопросы насчёт наркомании, развеем некоторые мифы. А поможет нам в этом Саен Дашевич Дамдинов, заместитель главного врача по медицинской части наркологического диспансера. Саен Дашевич, здравствуйте! Здравствуйте! Я предлагаю начать наш выпуск именно со статистики по наркомании у нас в Республике Бурятия. В Республике Бурятия на данный момент на учёте состоит 4700 человек. Если точнее, с наркоманией состоит 730 с небольшим человек. С пагубным употреблением наркотических средств на учёте состоит чуть больше 4000 человек. И основную массу, ну то есть где-то около 90, наверное, может быть 92 процента, это лица с эпизодическим употреблением канабиноидов. А вот если сравнить с прошлыми годами, больше становится пациентов и людей на учёте? Ну, эта цифра, она из года в год может быть где-то больше, где-то меньше, но она в пределах всегда этой цифры. Ну, чуть более там 4,5 тысяч, ну под 5 тысяч, да, допустим, ну и бывает что и меньше. Ну это если мы сравниваем там с предыдущими годами, там за 5-то может быть лет, за 10 лет, как бы так. А если вот говорить про половую категорию, то есть это кто больше, женщины, мужчины? На учёте больше, конечно, состоят мужчины. Средний возраст от 20 до 45. Ну, есть лица, которые состоят и в старшевозрастной группе, так скажем, ну их не так много. Ну, в основном это трудоспособного возраста. А вот если говорить, скажем так, о популярности вот наркотиков, что у нас больше всего употребляют вот зависимые люди? То есть вы сказали, вот когда мы говорили про статистику, что канабиуноиды, количество людей, которые их употребляют, оно весомое достаточно. Ну, наверное, начнём с того, что всё-таки у нас в Республике Бурятия достаточно широко распространена и произрастает дикорастущая. Ну и тем самым, как бы, наверное, это способствует тому, что всё-таки основная доля лиц, которые употребляют наркотические средства, это лица, связанные с употреблением именно канабиноидов. Ну, в таком плане. И, соответственно, она доступна. Кто знает, тот, так скажем, найдёт. Ну и, соответственно, менее финансово затратна, так скажем, да, для того, чтобы, так скажем. Ну, вот основная масса – это, конечно, лица, которые употребляют наркотические средства именно. Есть, конечно, пациенты, которые употребляют и другие наркотические средства, новые синтетические, потенциально опасные, так называемые, да, наркотические средства. Это с чем связано? С тем, что все-таки сеть интернет, мессенджеры способствуют тому, что все-таки тоже оно имеет место быть распространению среди нашего населения, молодого населения, активного населения. Ну и, соответственно, тоже вот эти пути распространения бесконтактные с использованием мессенджеров, с использованием сети интернета тоже дают возможность, позволяют, так скажем, распространяться и употреблению именно вот этих новых потенциально опасных психоактивных веществ. Вот таким образом. Ну, по крайней мере, есть лица, которые употребляют наркотические средства опийной группы, то есть внутривенные наркотики. Да, то есть есть та же категория этих пациентов. Та волна, которая была в начале 2000-х, да, в конце 90-х, когда достаточно широко у нас была именно распространена опийная зависимость, она, к сожалению, как бы тоже сейчас имеет место быть. Ну, снизилась. То есть количество, конечно, уменьшилось, но, по крайней мере, доступность, она снизилась. Соответственно, требуются достаточно большие, наверное, финансовые, да, затраты для того, чтобы приобрести данный вид наркотика. Нету, наверное, у врачей-наркологов, да, понятия легкие, там, тяжелые наркотики. Это в любом случае наркотик, который также формирует зависимость психическую, в том числе и физическую зависимость. Соответственно, формируется зависимость, то есть наркомания. И он такой же наркотик, как любой наркотик. То есть даже однократное употребление, да, даже эпизодическое употребление, оно, в первую очередь, негативно сказывается на человеке. И на здоровье, и в социальном плане, и в бытовых, так скажем, моментах, да, все сферы, так скажем, затрагивают именно употребление. То есть человек, если начинает употреблять наркотические средства, не только вот, но и другие наркотики, он является уже больным человеком, уже он представляет, ну, уже опасность для себя, в первую очередь. Я помню, кто-то сказал, что это как бомба замедленного действия. Особенно вот в молодом возрасте, в подростковом возрасте, вот лица, которые начали употреблять. Ну, бывает, что иногда даже становятся пациентами психиатрических стационаров. То есть способствуют даже дебюту эндогенного заболевания, шизофрении. То есть может спровоцироваться именно употреблением. Кроме этого, употребление может в дальнейшем способствовать тому, что человек начинает употреблять уже более тяжелые наркотики. То есть как следующим этапом, да, то есть начальный этап – это употребление, допустим, канабиноидов. И дальше уже человек начинает употреблять тяжелые наркотики. Существует синдром взрослые дети-алкоголиков. Люди, которые выросли в неблагополучных семьях, где родители злоупотребляли спиртным, становятся особенно подверженными зависимости, в том числе и наркотической. Были еще такие случаи, когда в наркотическом опьянении женщины рожали. И у детей тоже было что-то типа ломки. А вот все-таки может ли зависимость передаваться по наследству матери, ребенку? Ну, по наследству, наверное, скорее всего, нет. Но есть разные теории, конечно, да, и научные теории. И может ли там употребление, зависимость, да, алкогольная, наркотическая передаваться по наследству, там, по следующему поколению. Ну, в общем, разных есть теорий, трактовок, да. Но прямо таких прямых доказательств того, что все-таки по наследству передается, нет. Но предрасположенность и риск к формированию зависимости все-таки оно есть. То есть мы о чем говорим? О том, что все-таки, если, допустим, родители, да, или семья, она злоупотребляет психоактивными веществами, ну, в том числе алкоголем, да, скажем, то, соответственно, если ребенок расчет в этой среде, есть риск того, что все-таки он, ну, может начать употреблять. То есть предрасположенность определенная есть. То есть нужны внешние факторы, наверное, да, ну, причины внешние, да, причины. Там, круг общения, друзья по двору, да, то есть, ну, товарищ, друг. Это все может повлиять на то, чтобы, так скажем, ну, человек, ну, то есть молодой человек, ребенок, да, начнет, ну, или иметь первые опыты употребления наркотических средств. Ну, а если, есть разные примеры, да, вот, семья неблагополучная, да, но дети не употребляют, достигают определенных результатов. Есть такие примеры. Может быть, он там внешне будет раздражительный, суетливый, беспокоенный, да, одежда, там, скрывающая кожные покровы, допустим, да, там, использование различных духов, одеколонов, да, для того, чтобы сбить там запах определенный, ношение очков, да, темных, солнцезащитных, да, ну, можно разные, как бы, причины, ну, то есть внешние признаки, так скажем, выявить. Ну, в основном это, может быть, неадекватное поведение, да, то есть поведение, не соответствующее той обстановке, в которой он может находиться, определенная скрытность, может быть. Я думаю, что такой человек, он не будет, так скажем, в толпе где-то там, ну, в основном они, что, где-то там в темное время суток уединение любят, да? Да, да, то есть как бы, ну, вот такие, ну, это все сугубо индивидуально, конечно, но в любом случае, ну, внешние признаки, да, там, зрачки, склеры, ну, то есть узкие или широкие зрачки, допустим, неопрятный внешний вид, ну, то есть это тоже может быть признаком, ну, определенная нервозность, суетливость, там, тревожность, вот тоже это все как бы характерно, ну, может быть, в той или иной степени для человека, который употребляет наркотические средства. В одном из выпусков программы мы говорили, что средний возраст при общении к наркотикам в стране 15-17 лет. История употребления многих зависимых людей похожа. Связался с плохой компанией, попробовал, затянуло. Ну, для родителей что хочется, да, допустим, вот сказать. На самом деле надо, в первую очередь, ну, какое-то определенное внимание своим детям, конечно, уделять. То есть есть понятие гипоопека, да, гиперопека. То есть, ну, где-то должна быть, наверное, все-таки середина, да, допустим. Чтобы вот всегда вот общие дела, семья, дети. Ну, чтобы ребенок имел понятие, что вот семья, определенное внимание, что он нужен семье, да. Ну, то есть тут, наверное, в любом случае не надо пропустить вот такой момент, когда вот у ребенка возникают какие-то определенные интересы, да, к чему-то. Чтобы родители все-таки беседовали, знали о чем, так скажем, ну, их ребенок думает, да. Что он предпочитает, что он хочет, ну, в будущем. Вот в практике есть случаи, когда прямо маленькие, очень маленькие дети, допустим, употребляют? Вот как с ними работа ведется? Вот именно среди этой категории, да, детей в этом возрастном, так скажем, в основном встречаются, ну, токсикоманы. Ну, то есть были такие, да, пациенты, которые вот именно в этом возрасте употребляли летучие растворители, там, углеводороды, да, для того, чтобы достигнуть опьянений. Да, все-таки у нас республика, да, то, что произрастает дикорастущий в той или иной степени, конечно, это способствует, да. Вот они совершили административное правонарушение. Их задержали в общественном месте за употребление наркотических средств. Выявили то, что он употребляет наркотическое средство. Судом им возлагается пройти диагностику, обследование в наркодиспансерии. Врача, психиатра, нарколога. Соответственно, они к нам приходят. Врач проводит диагностику, обследование. На основании этого обследования и диагностики устанавливается наркологическое расстройство. И человеку предлагается встать на учет, наблюдаться. Ну и в течение положенного срока наблюдаться и подтвердить свою ремиссию. Путь до ремиссии сложен и тернист. Полная реабилитация, как правило, длится три месяца. Пациент проходит как медикаментозное лечение, так и работает с психологом. После выписки человек продолжает состоять на учете и отмечаться в диспансере некоторое время. У кого-то зависимость, она формируется буквально сразу, да? Ну, в зависимости от того, что он употребляет. Может зависимость формироваться, ну, там, от нескольких месяцев, там, до, там, нескольких лет, да, допустим. Но в любом случае зависимость что это, да? Ну, то есть надо раскрыть, что такое зависимость. То есть есть психическая зависимость, есть физическая зависимость. То есть вот эти два основных момента, это и является наркомания, да? Наркоман, ну, то есть вот понятие зависимый человек. Ну, то есть это получается, что вот психическая зависимость, если мы ее раскрываем, то есть после употребления, допустим, да, ну, по сечению какого-то определенного периода времени, у него в мыслях возникает, да, вот я хочу употребить. У него компульсивное вовлечение к наркотику, да? У него непреоделимое желание, там, употребить его во что бы то ни было, да? Уйти, выйти, там, найти. Физическая зависимость – это тогда, когда человек употребляет, после употребления у него так называемый абстинентный синдром. То есть у него уже физические проявления. То есть его ломает, у него руки-ноги выворачивает, он не может сидеть, не может спать, он становится раздражительным, там, агрессивным, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это уже физические проявления зависимости. И когда это все в комплексе, да, это уже можно, ну, стопроцентно говорить, что человек уже зависимый. Если у человека только физическая зависимость, да, то в этом случае, если человек уже видит, что он уже не может, да, сидеть на месте, что у него в мыслях только вот употребление, да, где бы его найти, да, то, соответственно, это уже звонок. Ему надо уже обращаться к специалисту. Чем раньше человек обратится к врачу-наркологу, это будет большим плюсом в выздоровлении этого человека. Были вот в вашей практике прям тяжелые случаи, которые, там, не знаю, вас впечатлили, допустим? Ну, что, в первую очередь, наверное, пугает, да, это, наверное, лица, которые употребляют новые потенциально опасные, да, психоактивные вещества, так называемые, ну, и так далее, так далее. И что характерно, это глубокие психические расстройства. То есть они, на самом деле, вот есть такое понятие, да, представляют опасность для себя и для окружающих. То есть в этом состоянии они могут совершить все, что угодно. И, соответственно, есть такая категория, которая даже потом становится пациентами психиатрических стационаров. То есть у них очень низкий процент ремиссий. К сожалению, деградация личности очень быстро формируется. То есть все морально-этические нормы сразу теряются. То есть, да, в этом плане это все, на самом деле, очень тяжело протекает. Вообще наркодиспансер активно проводит профилактическую работу. То есть у нас достаточно активно проводится выездная работа. Кроме этого, в рамках профилактических медицинских осмотров наши специалисты, врачи-наркологи выезжают в учебные заведения, где проводится наркотестирование. То есть это в той или иной степени тоже способствует тому, что все-таки, начиная вот с учебных заведений, да, вот такую информационно-разъяснительную работу проводят наши врачи-наркологи, психологи. То есть проводятся занятия, лекции, ну, вот в таком плане.